Друзья, привет! Я для вас не так давно снимала видео про мою коллекцию красных помад. Я сняла только первую часть и будет еще две. Сейчас я решила снять вторую, потому что прошло уже довольно большое количество времени с тех пор, как это произошло. И время пришло. В принципе, здесь можно было бы назвать эти помады красные помады, часть которых вы уже не сможете купить. Но их мы приближем напоследок. Начнем с Maybelline. Это их коллекция Hydra Extreme. Почему так сложно написать где-нибудь название коллекции, где я смогу это бросить? В общем, красные их помадки. Оттенок 73 Indian Red. Это первая красная помада, которую я смогла носить каждый день. Первая. Потому что она на самом деле носибельная. С одной стороны это теплый цвет, а с другой стороны он полупрозрачный, он не слишком пигментированный. В нем очень много золотого пигмента, он немножко коричневатый. И несмотря на все это, на моей холодной коже он смотрится абсолютно носибельно. Возможно, как раз потому, что он не слишком осыщенный и пигментированный. Это большой плюс в данном случае. Поэтому, если вы боитесь попробовать вот непосредственно вырвать глаз красную помаду, начните с нее. Она очень носибельная. Какой бы цвет кожи, тон кожи у вас ни был, она вам подойдет. Она очень увлажняет губу. Вы знаете, мне кажется, она действует лучше большинства бальзамов для губ, которые у меня были. То есть губы такие после ее мягкие и приятные. И несмотря на это, она довольно хорошо держится. То есть несколько часов она стабильно держится. Она не растекается вокруг губ. Конечно, карандаш для губ не помешает, но в принципе она неплохо держится. Поэтому одна из моих любимых помад. Очень советую. Дальше. Rimmel. Из их устойчивой коллекции. Lesson Finish. Оттенок 070. L'Om. Это был подарок. В связи с этим помада очень теплая. В ней очень много оранжевой помады. Не очень много, но тем не менее он есть. Он вам подойдет, если у вас теплый тон кожи. У меня он холодный, поэтому мне она подходит только с очень большим количеством автозагара. То есть если я без автозагара, он меня вымывает. Какой-то макияж, как у меня сегодня. Я его делала для вас, у кого теплый тон кожи. Поэтому не будете ко мне слишком злы. В остальном помада держится довольно хорошо. Она немножко подсушивает губы. И у нее есть немножко металлик в ней. Не очень много. То есть он не бросается в глаза, но небольшой есть. В остальном теплая красная помада. Довольно классического цвета. Довольно яркая. Почти не растекается. Хорошо держится. И мне в принципе нравится вся вот эта их long lasting коллекция. Отличная вещь. Следующий тоже риммель. Это вот коллекция Moisturing You. Насколько мне вообще нужно произносить для вас название коллекции? Ведь мы все равно различаем помады по их упаковке. Фиолетовая упаковка, сверху корона. Оттенок 400. Berry Queen. Это темная помада. Это одна из моих самых любимых помад. Потому что она темная и... Вот она холодная и темная. Соответственно, мне она, по крайней мере, как мне кажется, очень идет. Ей пользуется на самом деле много. Смотрите, я даже ее частично израсходовала, что очень редко бывает для меня с красными помадами. Несмотря на то, что она увлажняющая, да, губы она увлажняет на самом деле. По крайней мере, не сушит уж точно. Она довольно устойчивая. То есть, она держится несколько часов. Конечно, лучше ее носить с карандашом, потому что все равно лучше не рисковать. Тем не менее, она очень устойчивая. Особенно для увлажняющей. Прям удивительно. Следующая у нас Revlon. Я люблю Revlon. Я только недавно открыла для себя эту фирму, потому что у нас она нигде не продавалась. И вот, наконец-то, L'Etoile начал продавать Revlon. Спасибо вам, добрые люди. И мы начнем с помады, которая, как мне кажется, является неплохой заменой классической MAC Russian Red. Это Revlon. Вот такая упаковка с серебряной штукой. Коллекция Matt. Оттенок 006 Really Red. На случай, если кто-то еще не понял. Это Really Red. Да. Это нейтральный красный. То есть, в нем нет ни ярко выраженных рыжих тонов, ни ярко выраженных синих, фиолетовых тонов. Он очень универсальный. Если вы не можете определить свой тон кожи, потому что я знаю, что бывает с этим проблема, покупайте вот эту помаду, потому что она идеально смотрится на всех. Я носила ее на разных людей, и каждый раз она действует безотказно. Если у меня кто-то спрашивает, какую мне купить красную помаду, я не знаю, что мне подойдет. Если я сомневаюсь, я говорю Really Red. И потом человек меня хвалит, потому что она идет абсолютно всем. Она очень матовая. Она очень хорошо держится. Она очень пигментированная. Единственное, это одна из тех классических красных помад, которые со временем темнеют на губах. То есть, вот после примерно четвертого нанесения из серии, в течение дня она немножко стерлась, вы ее подновили. Покушали, подновили, и она к концу дня темнеет. Она становится темнее. Вот не такая яркая красная, а более темная становится. Но я думаю, это не проблема. Она подсушивает губы. Это более очевидная проблема. Поэтому под конец дня вы будете мечтать об альзаме для губ очень сильно. Зато она не растекается. Вот это помада, которую, в принципе, можно носить без карандаша для губ. Я в целом не советую носить красные помады без карандаша, потому что карандаш их неплохо фиксирует. Если вот вы принципиально не хотите покупать карандаш для губ, возьмите эту помаду. То есть, я бы, наверное, назвала ее так. Если вы сомневаетесь, какую помаду брать, возьмите вот эту. Вот вы не прогадаете. Я вам обещаю. Она абсолютно универсальная. Следующий ревлон. И эту помаду я просто обожаю. Это их классическая коллекция с золотой штучкой. Они еще были в 90-х. Я помню их из детства. Крим. Они называются Крим. Хорошо. Оттенок 440. Cherries in the Snow. Я его купила, потому что это один из тех оттенков, которые они выпускают еще с 50-х годов. За что я люблю ревлон. Они выпускают многие свои помады с 50-х годов. Соответственно, вы можете купить помаду, которые на самом деле пользовались в 50-х. По цвету. Как вы знаете, я обожаю ретро. Я обожаю 50-х. Поэтому для меня купить вот на самом деле аутентичную помаду тех времен, это вау. Очень круто. Потому что сейчас вы покупаете красную помаду, и вы думаете, Могла бы Марлин Монро такое носить? Я знаю, что я сейчас звучу как абсолютный дебил, но тем не менее. Люди, которые любят винтаж, задают себе такой вопрос. Насколько аутентично я смотрюсь? На самом ли деле девушки в 50-х пользовались вот именно таким оттенком? Да, это звучит глупо. Я знаю, спасибо. Вы можете не комментировать мне об этом. Тем не менее, это те вопросы, которые возникают у девушек, которые любят винтаж. Я, наверное, повторю эту фразу еще несколько раз. Поэтому я купила этот цвет, потому что он точно аутентичный. Потом я посмотрела с вочи, и я поняла, что я не смогу жить без этого цвета, потому что... Это... У меня нет слов, чтобы описать, насколько это классный цвет. К моему огромному удивлению, Cherries в американском языке значит не такой красный цвет, как у нас. Он очень холодный, видите? Он розоватый, с фиолетовым пигментом. Он очень пигментированный. Он ноговах... Он ноговой хоров... Погуглите свотча, вы не пожалеете. Он вот как раз для моих девчонок с холодным цветом кожи. Это для нас. Это просто... У меня нет слов. Это такая классная помада. Один из тех цветов, которые вы ищете всю жизнь, потому что я хочу холодный-красный. Вот чтобы он был холодный-холодный-холодный, но все-таки не розовый, а красный. Это он. Это ответ на все наши молитвы. Плюс она увлажняет губы и при этом хорошо держится. Что здесь можно любить? Она очень яркая. Единственное, очень-очень яркая. То есть, если вы стесняетесь красных помад, не берите ее. Если вы любите яркие помады, вы не прогадаете. Покупайте. Так, у меня осталось четыре помады, которые вы вряд ли сможете купить. Первые две это Artvisage. Artvisage, я их покупала, потому что у них были эти классные упаковки. Смотрите, они золотые и на самом деле ассоциировались у меня с 50-м, потому что тогда косметику делали в таких симпатичных упаковочках. Первый оттенок. Красное вино 109. Одна из первых моих красных помад. Я ей почти не пользуюсь, хотя видите, как много использовано. Она очень теплая. Она мне не идет. Но у меня ушли годы на то, чтобы это понять. И вот видите, в ней очень много рыжего пигмента. Смотрите, если у вас теплый тон кожи, я вам ее рекомендую. Единственная моя проблема с Artvisage. Это отечественная фирма, и она выпускает косметику абсолютно феноменального качества. У них, конечно, не все феноменального качества, но большинство вещей, которыми я пользовалась, я была очень удивлена и впечатлена. Единственная проблема, они постоянно перевыпускают, переделывают свой дизайн. То есть, они переделывают дизайн. Вы не купите сейчас вот эти золотые крошки. И они меняют название оттенков. То есть, скорее всего, этот цвет остался, но он сейчас называется по-другому. И найти его довольно тяжело. Это главная проблема с Artvisage. Пожалуйста, люди из Artvisage, если вы меня слышите, прекратите это делать. Во-первых, почему я нигде не могу найти эту фирму? Я пару раз видела Исири в ларьке в переходе, но я не буду покупать косметику в ларьке в переходе, потому что... Мне вообще нужно это объяснять? Раньше они продавались, по-моему, в Арбат Престижа. Потом их можно было иногда найти в All Good. Сейчас я найти эту косметику? Я не знаю. Можно заказать их на сайте, но у них платная доставка. Меня это бесит. Но она такая дешевая. Поэтому, возможно, мне стоит попробовать. Но, опять же, это сайт. Я не знаю, какой именно оттенок мне приедет. И так как там не подписан оттенок, я ничего... Ну, в смысле, не подписан тот оттенок, который он был изначально. Я не знаю, что заказываю. Так, и на этой радостной ноте мы переходим к следующей помаде. Вот эту я просто обожаю. Это Carmen 111. Как вы можете догадаться, эта помада была у меня еще в те времена, когда я была чуток моложе. Она вся... Да. Но цвет... Цвет отличный. Он темный. Как вы уже поняли, я больше люблю темно-красные помады, чем просто ярко-красные. И это оно. Я бы сказала, что он скорее теплый, нежели холодный. В принципе, он довольно нейтральный. Но все-таки скорее теплый. Поэтому, опять же, не совсем для меня. Но он на мне, конечно, смотрится намного лучше, чем вот этот вот рыженький. Этот цвет я рекомендую тем, у кого более смуглая кожа. В целом, если у вас более смуглая, загорелая кожа, лучше покупайте красные помады, которые немножко потемнее. Они будут смотреться на вас интереснее и лучше. В целом, по качеству этих помад. Несмотря на то, что это одна и та же коллекция, вот красное вино, игристое вино, как оно называлось? Красное... Красное искушение. Красное искушение, я прошу прощения. Как будто вам это как-то поможет, вы все равно не купите эти оттенки. Тем не менее, красное искушение, более матовый оттенок. Он лучше держится, он не растекается, он хорошо держится на губах. Кармен растекается, как последняя... Она блестит, но она очень плохо держится и сушит губы. И растекается. Но цвет красивый, да. Следующая помада – это L'Oreal. У них были, помните, возможно, вот Invisible Kiss Proof. Очень старая их коллекция, оттенок 502. И я не понимаю, почему они сняли это с производства. Потому что это на самом деле те помады, которые держатся феноменально. Сейчас я сделаю для вас сводч. Сколько вам вообще нужны сводчика помад, которые вы не сможете купить? Зачем я вообще это показываю? Вот. Это холодный красный оттенок, классический красный. Он, правда, с блестками, но это не делает его менее красивым. И оно держится часами. Это неубиваемая помада. Конечно, понятно, что вы целоваться не сможете, но, тем не менее, поесть и не остаться с красной полоской вокруг рта, как обычно это происходит с красной помадой, с этой помадой легко. Можно целовать человека... Целовать. Я не знаю, как это объяснить, не используя некультурные слова, которые вы не хотите слышать. Но, в общем, небольшой поцелуй она выдерживает. Мужчин, конечно, все равно погодят, что красная помада, нет, нет, не целуй меня, я буду весь в ней. Но, если вы сможете мужчину убедить, вы сможете его поцеловать без кетчупа размазанного по всему вашему лицу. В общем, очень хорошая помада. Лориаль, если вы это смотрите, пожалуйста, верните эти помады, они превосхитительные. Почему вы не снимаете с производства помады, которые отстойные? Почему вы сняли с производства единственные ваши помады, которые долго держались? Какой смысл? И следующая помада, я просто хочу вам про нее рассказать. Это... Тоскан. Вот это... Вот. Крайон Нон Стоп. Крайон Олевре. Это какая-то французская фирма. И это одна из тех помад, которые я не помню, как ко мне попали. Как вы знаете, я не всегда была непьющим человеком. Это холодный, такой розовато-красный. Он очень устойчивый. Очень. Вот это одна из тех помад, которые держатся на губах в течение многих часов. Она жутко сушит губы. Она ужасно сушит губы. Просто они потом как будто... Я не знаю, что сравнить. В общем, это одна из самых иссушающих помад, которые когда-либо у меня были. Но она очень устойчивая. Она не требует карандаша для губ. Она очень интересного оттенка. Я вот нигде больше не смогла его найти. Он довольно приглушенный. И розоватый. Очень красивый. И... В общем, да, она мне очень нравится. И несмотря на то, что вряд ли вы сможете ее где-нибудь найти, как, в общем-то, и я. Мне просто хотелось вам про нее рассказать. Она прикольная и интересная. Я всегда хочу ее использовать в сториалах. Но я этого не делаю просто потому, что... Какой смысл? Ни у кого больше ее нет. И... И этого оттенка я нигде не могу найти. Но просто... Интересная штука в коллекции. И это была вторая часть моего обзора на красные помады. Надеюсь, вам было интересно. Я сниму третью часть. Там более... Крутые помады. Насколько это возможно для меня. В общем, я надеюсь, вам было интересно. И спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok